Доброе утро! В эфире Вести Магнитогорск в студии Юлия Черешнева. В Магнитогорске стартовала 10-я научно-техническая конференция молодых специалистов. В город прибыли 12 делегаций, представители крупнейших металлургических предприятий России, Украины и Белоруссии. На суд комиссии будет представлено около 30 работ. Среди докладчиков юбилейной конференции ведущие инженеры и мастера своих предприятий. Кроме того, для гостей будут организованы экскурсии на медкомбинаты круглый стол молодых лидеров. Администрация города готова не только строить, но и содержать детские игровые комплексы и хоккейные коробки. На апрельское заседание городского собрания депутатов мэрия внесет предложение, согласно которому местный бюджет выделит на содержание площадок 2 миллиона рублей. Если депутатский корпус поддержит инициативу главы города Евгения Тевтелева, еще 2 миллиона рублей вложат управляющие компании. Команда факультета информатики Государственного университета стала серебряным призером на региональной олимпиаде в Новосибирске. Студенты представили свои разработки в сфере информационных технологий. Это как раз та самая изюминка, когда периферийные вузы, как раньше принято было называть, а они идут в ногу со временем и даже опережают отчасти какие-то московские столичные вузы. Мы дискутировали, но мы не спорили, принимали аналитические решения, управленческие решения. Создание автоматизированной системы – это очень трудоемкий процесс и требует достаточно глубоких знаний в сфере проектирования информационных систем. Поэтому у каждой команды получила своя уникальная разработка. Участники региональной олимпиады привели для своих однокурсников на факультете информатики мастер-класс. Делились впечатлениями и полученным опытом. В мае они отправятся уже на всероссийский тур. Праздник 1 мая 2010 пройдет в Магнитогорске с большим размахом. Планируется, что в шествии 1 мая примут участие более 4000 человек. Среди них – члены общественных организаций, профсоюзов и представители политических партий. К организованному шествию приглашают присоединиться и всех желающих. Сбор демонстрантов назначен на 8.30 утра в сквере на Металлургов. Колонна начнет свое шествие по проспекту Ленина до площади Народных гуляний у курантов. Здесь развернется сам праздник. Четвертый фестиваль оперного искусства «Вива-Опера» продолжается в Магнитогорске. Горожане уже насладились двумя знакомыми мировыми шедеврами – паяца и Олега. А сегодня под сводами храма искусства в опере «Регалета» выступят солисты областных театров и Миланского ласкала. Тотальное одиночество героя – главная тема нынешнего фестиваля «Вива-Опера». Один в мире остается и Олега, и Канью в паяцах, и «Регалета» в одноименной опере. Один на один остается и зритель, каждый со своим восприятием спектаклей. Я надеюсь, что нам удалось все-таки донести то, что очень хотелось бы. Хотя бы в конце. Режиссерская точка, ее нет у Пушкина, ее нет у Рахманинова, нет. Но на то это и спектакль, а не опера, и не поэма пушкинская. Режиссерская точка всего фестиваля – в пятницу. Тогда на сцене одновременно засияют все звезды четвертого фестиваля «Вива-Опера». Сегодня остальные «Лисы» сыграют первый матч финала чемпионата молодежной хоккейной лиги. Соперники магнитогорцев – кузнецкие «Медведи». За час до игры в паеле Ледового дворца будет выставлен кубок «Харламова». С трофеем можно сфотографироваться. Напомню, в этом сезоне регулярный чемпионат наша команда завершила на первом месте. Гости были только восьмыми. На очереди информация о Центральной диспетчерской службе. С восьми до четырнадцати не будет холодной и горячей воды по Лениной и Советской армии. С девяти до шестнадцати прекращается подача горячей воды по Чайковского, Фрунзе, Чкалово. С девяти до шестнадцати планируется отключение электроэнергии по Паньково, Тарасенко, Белинского, Болотова. Впереди вас ждет прогноз погоды, а я с вами прощаюсь. Всего доброго, до встречи. Сегодня днем в Першимпенуазе 15-17. В Кизильском 16-18 тепла. В Верхнеуральский 14-16 выше нуля. В Магнитогорске переменная облачность без осадков до 18. Продолжение следует...